Когда-то давно, в детстве, я точно знал, какое имя больше всего подходит балерине – Майе. Я и по сей день мог бы так думать, но неопровержимы доказательства и новые. Сейчас уже у моих детей есть книжка «Анжелина-балерина». Это сказка о том, что балет – это и волшебство, и тяжелая работа, но главное – там сказано, что самое подходящее для балерины имя – Анжелина. Наверное, так оно и есть. Зачем книге врать человеку? Остроумно или нет, не знаю. Я искал какой-то человеческий и неизбитый способ, начать поздравления Анжелины Воронцовой. Прима Михайловского театра отмечает 30-летие. Это та дата, что какие бы ни были теплые слова – лучше, чем перечисления наград, заслуг, побед, главных сцен и исполненных партий. Все они лишь яркая увертюра к длинной сказке, в которой каждый следующий эпизод должен быть интереснее. Важнее вообразить образ балерины, еще только разворачивает свои крылья на наших глазах. И дело не в имени, конечно, а в том, что действительно есть люди, которые как будто исполняют предначертанное где-то свыше, уверенно и вдохновенно несут на землю черты небесной красоты. Бороться и искать, найти и не сдаваться – слова классика часто повторяет педагог Анжелины – Воронцовой Николай Цискоридзе. Учителя, коллеги, друзья. На юбилейном галоконцерте балерину поздравляли люди, ставшие неотъемлемой частью ее становления пути. В общий портрет слова сложила Дарья Патрена. Этой осенью Анжелина Воронцова разрывалась между двумя городами. В Петербурге танцевала премьеру «Лебезиного озера» и царь-девицу в коньке-горбунке, в Новосибирске и Смеральду в соборе Парижской Богоматери. Впрочем, тяжелы были только перелеты. Переключения между партиями Анжелине Воронцовой всегда даются легко. Анжелина действительно стоит особняком, потому что она очень, во-первых, очень естественная. Знаете, вот когда мастерство и высочайший класс практически не заметен, как она это делает. Потом обаяние, какая-то внутренняя открытость, это очень важно. Знаете, бывает, Брима Лилина, которая вот четко все у них, прекрасная техника, и немножко холод такой есть. Вот здесь абсолютно другое. Здесь какое-то вот ощущение приятия этого мира, приятия этого танца, приятия этой музыки. В творчестве, именно в балетном, она непостоянна, в хорошем смысле этого слова. В «Золушке» она трогательная, в «Эсмираде» она желанная, в «Китре» она кокетлива. Лично для меня таким преодолением и взрослением стало мое исполнение в партии «Адетта Адилии». Это тоже очень сложный образ. Мне кажется, что это самый сложный балет для балерины. К большой балетной карьере в Большом театре Анжелину хотела готовить Екатерина Максимова. А когда Екатерина Сергеевна не стала, партию «Балетного папы» для Воронцовой исполнил Николай Цискоридзе. Четыре года он был ее педагогом-репетитором. Анжелина пришла из гимнастики, у нее не было начальных классов. Вообще просто. Она не училась балету. Балетной АЗ она не знала. Она пришла уже кандидатом в мастера спорта, ей сразу дали пуанты, и она сразу стала делать очень сложные вещи, потому что у нее чудо координации. Естественно, я с Анжелиной готовил все роли, я выводил ее во всех ролях на сцену, я был ее партнером. Я все время шучу, когда мы с Линой вместе фотографируемся, я говорю, ну все-таки мой ребенок на меня похож. Посмотрите, как она на меня похожа. Сегодня их сценическое партнерство продолжается. Николай Цискоридзе танцует партию мамы главной героини в тщетной предосторожности. Я сказал, что ну вот надо же, я сыграл у Анжелины столько возлюбленных, вывел ее в разных ролях, что с удовольствием сыграю ее маму. Я просто пошутил. И из-за этой фразы уцепился Владимир Абрамович Кехман, который стал меня уговаривать это сделать. Я подумал, ну хорошо, для одного раза я выйду. Ну вот я вышел один раз, там появился второй, третий, и вот уже 8 лет я это исполняю непрерывно. Ее инстаграм – подробный отчет о репетициях, выступлениях и гастролях. Нескончаемая череда. Но вот восторженные посты о Пилатесе. Пилатес дает ей силы для восстановления. Из отдыха в разряде культурной свободные от визуализации симфонические концерты. Но ее главный секрет накопления энергии – возможность побыть в одиночестве. Кто бы подумал, царь-тевица – выраженный интроверт. Все-таки артист должен больше творить и меньше говорить, наверное. Потому что все-таки наше искусство такое молчаливое, балет, мы выражаем все телом. Когда передо мной стоят задачи творческие в театре, я стараюсь как можно меньше сузить вообще всякое общение и быть в тишине, спокойствии. Когда накануне юбилей и бенефис в одном сценическом вечере концентрация объяснима. Анжелина Фрэнс-Галла собрал поклонников ее таланты 17 декабря. В этот вечер Анжелина Воронцова и сама окинула свой путь в балете спокойным и взрослым взглядом. Когда я пришла в театр, мне всегда говорили о том, что время так быстро идет, время так быстро идет, сезон за сезоном. Но я не могу сказать, что она настолько для меня быстротечественная. Я, наоборот, сейчас, наверное, оглядываясь назад, я понимаю, как много сделано. Все значимые партии, они пришли ко мне в определенное и нужное время. И поэтому, наверное, есть такая хорошая французская пословица – надо дать время не время. И, наверное, этому я и следую, что если сейчас что-то не получается, то, наверное, этому время не пришло. Продолжение следует...